отсюда со смотровой площадки замка кайзербог имперского замка открывается вид на старый город нюрнберга чем нам известен нюрнберг ну конечно же первую очередь нюрнбергским процессом после великой отечественной войны здесь очень офигительный замок который был разрушен во время воздушных налетов союзных войск и восстановлен современное время давайте на этом примере тогда сравним данный замок с возможностью восстановления кенигсбергского замка как это будет выглядеть да погодка сегодня конечно не туристическая но замок надо обойти посмотреть что из себя представляет посмотрите такой вот очень аккуратный водосток оттуда по капельке стекает вот пожалуйста 1946 год это было восстановлено как камушки пытались стилизовать стилизовать пытались рыцарские времена средневековья то есть да такое ощущение на этом пустыре находился кенигсбергский замок за этим заборчиком можно наблюдать снежный покров на самом деле под снежным покровом законсервированные руины бывшего кенигсбергского замка возникает вопрос что с этим вообще делать проводятся раскопки иногда это все закапывают иногда это все раскапывают проходят какие-то гранты на выделения средства раскопать или же закопают а несколько миллионов все стоит и в итоге все это бессмысленно да это был их королевской резиденции coin солянов из которых происходил король фридрих первый там его сын фридрих вильгельм первый который даровал янтарную комнату петру первому это видимо одна из дорог которая вела также замок кенигсбергский замок не находился так высоко как этот замок из этой картины можно сделать представление как выглядел старый город кенигсберга но тоже такие же крыши скорее всего такой же черепицы и такой же окраски и вот на все плотной застройки эти камни явно уже десятками столетий мухом покрываются ты на самом деле замок то постарее будет чем кенигсбергский то есть кенигсбергский построили в 1255 году а этот замок датируются тысячными годами могу предположить что кенигсбергский замок был из известняка сложен потому что все таки там недалеко балтийское море и по этой стороне как раз таки очень много было замков что сегодняшней эстонии что в россии в районе копоре они были сложены из известняка между большими камнями булыжниками некое подобие раствора есть можно наблюдать руины которые характеризуют кенигсбергский замок в этой нише находился памятник фридриху вильгельму первому вот так это все выглядело да и фридрих вильгельм первый сын фридриха первого как раз таки короля пруссии короля кенигсберга на тот момент столица располагалась в том числе и в кенигсберге и в берлине фридрих первый был слабоват а сын его фридрих вильгельм первый славился тем что у него была сильная армия вел войну со шведами ему не хватало сил для того чтобы шведов победить и он обратился к петру первому и как раз таки янтарная комната является некоторым символом дружеских отношений между царской россии и пруссией но не знаю куда видимо там выход скорее немножко страшно но эхо есть может быть все таки кто-то услышит и отзовется ахахаха сверху сочи ты потолки обалдеть обалдеть что происходит ну вот такая крепость здесь по-любому тоже были какие-то подземные ходы но вот янтарная комната находилась как раз таки в кенигсбергском замке вот эта часть мне так кажется все это сохранилась вот эта стена такая почерневшая это точно мне говорит то что это песчаник если он такой весь почерневший такой очередной туннель скорее всего к подножию замка выйдем загадочный свет отсылающий к тем старым временам то и в общем вот мы выходим получается снизу и очень много новодела а не исключено что эти фахверковые дома также были восстановлены где тут увидел колодец и вспомнил что в замке есть колодец он глубиной до 300 метров но он сегодня не побивает рекорд самого глубокого колодца который находится в кенигштане оригинальный дом альбрихта дюрера в принципе он мог видеть вот эту крепость из своих окон бронзовый барельефик и вот это интересная задумочка это видимо звонок такой класс прикольно двери старых аутентично и поставьте нашла дальше и дальше по брусчатке вдоль крепостной стены никогда величественной королевской резиденции ходит солянов уже трещина по стене разница пошла вот с этого момента то есть старые камни вот до сих пор и дальше вот этот новый отдел пошел вот пожалуйста вся стена полностью новая даже есть я так думаю старый гидрант с надписью дин на нем также имеется надписи сверху а слушайте манхайм такая же надпись как и в этом калининграде гидранте перед будущим домом советов находился кенигсбергский замок вот эта вся площадь это была территория кенигсбергского замка 50-х годах если меня память не изменяет здесь стояли фонтаны площадь постоянно изменялась опять же не знали в советское время что здесь делать с этой площадью по кенигсбергскому замку даже если он будет восстановлен так не разгуляешься эта река называется прегнец но не прегля такая мутная темная просто обалденно крепостные стены в нюрнберге крепость она была сопряжена вместе с городскими домами мост макса 1457 года видимо не был разрушен провели параллели с кенигсбергским замком этот замок любом случае он больше он намного интереснее по любому но вот кенигсбергский замок ну нет его смысла восстанавливать да там возможно были какие-то масонские ложи какие-то подземные ходы и скрытые здесь возможно они тоже были есть но нет смысла это все восстанавливать потому что это будет выглядеть уродливее чем дом советов это сто процентов да вы туда придете там погуляете но это все но это не стоит того не